МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа Твои новости. Здравствуйте в студии Дарья Топчева. Сегодня вы увидите... Два человека погибли в ДТП, которое произошло утром 12 апреля на трассе под Армавиром. Дорожная хроника в материале Ирины Чупиной. Без счетчика дороже. Армавирцы, не имеющие в своих домах приборов учета, переплачивают за коммуналку. Что еще уготовила нам сфера ЖКХ, узнала Юлия Чернышева. Обсудили вопросы местного значения и краевого масштаба. Выездное планерное совещание состоялось в Новокубанском районе. Роман Габарец с подробностями. Где отдыхаем, там и мусор оставляем. Берег реки Кубань в районе Баранниково переулка превратился в свалку. Сразу два серьезных ДТП произошли на федеральной автодороге Кавказ утром 12 апреля. В одном из них есть погибший водитель и пассажир девятки, влетевший в фуру. Чтобы узнать подробности аварии, Ирина Чупина выехала на место. Утро 12 апреля оказалось далеко не добрым для пассажиров и водителей Тойоты Камри и 14-й, которые столкнулись на трассе М29 Кавказ около 9 утра. Транспортные средства не поделили дорогу в районе Лобинского поворота. Отечественный автомобиль получил серьезные повреждения. В результате ДТП два человека доставлены в больницу. Гораздо более серьезными последствиями обернулось столкновение девятки с фурой на трассе Армавира-Традная. По сообщениям очевидцев, около 7 утра отечественный автомобиль врезался в большой груз, припаркованный на обочине. Водитель и пассажир погибли на месте, один человек госпитализирован. Эти кадры были сняты спустя два часа после смертельной аварии. Место происшествия по-прежнему находилось в оцеплении сотрудников полиции. Тела погибших с трудом извлекли из искореженного автомобиля. За жизнь 20-летнего пассажира девятки борются медики. Возможно, причиной столкновения с большегрузом послужило то, что ранним утром водитель ВАЗ-2109 мог уснуть за рулем. В настоящее время обстоятельства устанавливаются. Официальных комментариев по данному факту получить пока не удалось. Ирина Чупина, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. С начала года на территории Армавира произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей. В некоторых из них пострадали люди. Четыре человека погибли, пятеро получили ранения. С целью сокращения количества трагических случаев на дороге сотрудниками госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик». На территории нашего города акция пройдет с 10 по 20 апреля. Сотрудники госавтоинспекции будут обращать особое внимание на выявление нарушений водителями грузового транспорта правил дорожного движения, в том числе при перевозке опасных грузов. В платежках за коммунальные услуги появится новая строка. Управляющие компании начнут штрафовать за некачественную работу, а абонентам, до сих пор не установившим индивидуальные приборы учета в своих квартирах, придется увеличить затраты на оплату получаемых ресурсов. Какие изменения в сфере ЖКХ произошли в 2016-м, рассказали в мэрии. Юлия Чернышева с подробностями. 2016 год принес изменения в сферу жилищно-коммунальных услуг. О самых важных нововведениях рассказали в администрации города. Так стало известно, что расходы на коммуналку в 2016-м выросли у тех армавирцев, кто по разным причинам не обзавелся индивидуальными приборами учета. Собственники в многоквартирном доме обязаны установить, согласно 261-го закона федерального об энергосбережении, индивидуальные приборы учета. Люди есть, которые не хотят или не желают устанавливать, а остались те, которые сегодня уже и не могут установить или просто не желают, то для них вводится специальный повышающий коэффициент, обязывающий их установить эти приборы учета. С 1 января нынешнего года оплачивать по нормативу горячую и холодную воду, а также электроэнергию, стало дороже на 40%. В 2017-м ожидается повышение на 70%. Новым стало и появление в платежках строки коммунального услуга по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов. Ранее оплата зависела от квадратуры жилплощади. Теперь определяется норматив накопления твердых отходов на одного человека. Половина суммы за капитальный ремонт с 2016 года платит армавирцы старше 70 лет в том случае, если они проживают в квартире одни. А пенсионеров, достигших возраста 80 лет и более, вовсе освободили от уплаты. Увеличилась с начала года пеня за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Однако начисляется она лишь спустя месяц после просрочки. И это еще не все изменения. С 1 января 10% собственников, которые имеют на сегодняшний день голоса в доме, то есть 10% могут обратиться в управляющую компанию с вопросом проведения общего собрания по какому-либо вопросу. То есть раньше этого не было. И также управляющая компания с 1 января тоже может инициировать общее собрание. С этого года управляющую компанию также обязали выплачивать штрафы за некачественно предоставленные услуги. Если раньше у нас потребитель получал только перерасчет за некачественную услугу, то на сегодняшний день он вправе получать штраф с управляющей компанией. Наказать рублем недобросовестную управляющую компанию можно будет, обратившись в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Юлия Чернышова, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Армавирские спортсмены Елена Коваленко и Анатолий Сливков завоевали золото на первенстве мира в Китае. С победителями в неформальной обстановке пообщался глава города Андрей Харченко. С 19 по 25 марта в Китайском Путяне прошло первенство мира по спортивной акробатике. На нем армавирцы Елена Коваленко и Анатолий Сливков завоевали золото в многоборе среди смешанных пар в возрастной группе 11-16 лет. Мэр Андрей Харченко встретился со спортсменами и поздравил их с победой. Уверен, что у вас будет хорошее, большое будущее. То, что город Армавир гордится, действительно гордится, все были очень приятно рады и удивлены. Также Андрей Юрьевич поблагодарил депутата в Армавирской городской думе Ольгу Казакова и Алексея Штаничева. Они оказали помощь в организации поездки юных акробатов на соревнования в Китае. Отмечу Елена Коваленко и Анатолий Сливков. В паре работает уже четвертый год. На счету ребят множество побед. Серебро – первенство Европы, золото всероссийских соревнований «Две звезды» и еще одно золото мирового первенства. А сейчас Елена и Анатолий готовятся к новым состязаниям. Им предстоит выступать на чемпионате страны по спортивной акробатике. Марина Бартенева, Александр Ефанов, Александр Жирелеев. Служба новостей Армавира. В муниципальном образовании Новокубанский район состоялось выездное планерное совещание под председательством Александра Гомодина. Встреча прошла в прикубанском сельском поселении. Роман Габарец продолжит тему. По повестке совещания сначала собравшимся было доложено об обеспечении правопорядка на территории муниципального образования и в частности прикубанского сельского поселения. Затем новый начальник МВД по Новокубанскому району Андрей Глоба познакомил участников встречи со своими целями и задачами на занимаемой должности. Хочется, чтобы наши граждане были защищены, прежде всего, от преступных посягательств. И для этого необходимо взаимодействие со всеми органами исполнительной власти, других ведомств. Если это взаимодействие будет, соответственно, плюс контроль за личным составом со стороны УКП, общий контроль, а также ответственность и дисциплинированность самих сотрудников, надеясь, что эти цели будут достигнуты. Глава Новокубанского района Александр Гомодин в своем выступлении призвал жителей к развитию малого предпринимательства. Также руководитель муниципального образования посвятил много внимания проблеме неформальной занятости. Александр Владимирович обратился к главам поселений с целью изменить к лучшему существующую ситуацию по этому вопросу на их территориях. Подворовые отходы, спрашивайте, интересуйтесь, кто где работает, как работает, как оформлен, потенциал огромнейший. Например, 100 человек вы найдете, даже по 10 тысяч рублей минималку вы будете оформлены, просто минималка, 100 человек, миллион рублей, 130 тысяч только одного НДФЛ, ваш бюджет ежемесячно. На встрече в прикубанском сельском поселении обсудили и ряд других важных тем. В завершении планерного совещания радостную новость сообщил начальник отдела по физической культуре и спорту Денис Терников. Он рассказал собравшимся о том, что воспитанница детско-юношеской спортивной школы Олимп Лариса Симонян на днях стала победительницей чемпионата Европы по самбо, который состоялся во Франции. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Несмотря на проводимые в Армавире мероприятия по наведению порядка, в городе остаются места, где из мусора сложены горы, а площадки укрыты покрывалом из бумажек и бутылок. Берег реки Кубань в районе Баранникова переулка – одна из таких достопримечательностей. Наша съемочная группа убедилась. Сейчас здесь тихо и спокойно, но, судя по количеству мусора, люди тут частые гости. Бумажки, пластиковые бутылки, стаканчики и прочий хлам покрыли берег реки. Чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться видом на спокойное течение Кубани, придется либо смириться с чьей-то безответственностью, либо вооружиться перчатками и пакетами для самостоятельной уборки всего этого мусора. А вот откуда он здесь взялся, нам рассказал местный житель, пожелавший остаться неизвестным. По словам мужчины, сорить на берегу повадились автомобилисты, приезжающие сюда отдохнуть. Попытался закрыть, полгода чистота была. Потом начались, на меня заявление написали, я уже перестал бороться с этим делом. Закрывали что, проезд? Ну да. А как часто сюда приезжают машины, сколько их? 50 машин в день, это точно. Каждый день 50 машин? Да. И все они выбрасывают мусор? Ну, проезжать, чем заниматься? Попили, побухали, кульки бросили и уехали. Как рассказал наш собеседник, берег реки Кубань все-таки убирают. Неделю назад неизвестные активисты навели здесь порядок. Правда, мешки, собранные мусором, за собой почему-то не увезли. И вот спустя время на берегу снова грязно. Как тут не вспомнить народную мудрость, гласящую, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Кто наведет порядок на берегу реки, какие службы ответственны за это? Ответы на эти вопросы получить в администрации города не удалось. Шесть первых мест и три вторых. Спортсмены Федерации кикбоксинга и боевых искусств Армавира показали достойный результат на первенственного Кубанского района. Соревнования проходили в станице Советской и собрали 300 участников из 12 городов Краснодарского края. Победителями в разных возрастных категориях стали армавирцы. Дмитрий Степаненко, Даниил Абдразаков, Дмитрий Складанов, Павел Самусенко, Диана и Александра Пак. Серебряными призерами оказались Максим Коломеец, Максим Спиваков и Даниэль Сердюков. На этом у меня все. О погоде на ближайшие сутки Ирина Чупина. Затем в эфире фильм об итогах акции «Весна в тонусе». Не переключайтесь. В студии была Дарья Топчева. До новых встреч на телеканале ТНТ Армавир.